Здравствуйте все, кто меня смотрит сегодня. Меня зовут Лидия, и речь пойдет сегодня о чтении. А если конкретно, я коснусь такой темы, как мемуары. Я скажу, почему я никогда не любила мемуары, и что подвигло именно сейчас, в этом месяце, в сентябре 2013 года, все-таки читать оное. Вначале я хочу сказать спасибо тому, кто порекомендовал один из подписчиков прочитать книгу Марины Львовной и Степновой «Женщины Лазаря». Это мемуары, это как-то вот все так сейчас в одну кучку сложилось, как бы случайности, но, как говорят, что в каждой случайности промысел Божий. И вот у меня они вот так вот и сложились, несколько книг, можно сказать, на одну такую историческую тематику, которая проходит. Ну, вот такие вот этапы, начиная с дореволюционных времен и послереволюционных, о людях, которые прошли, вот все эти жуткие этапы. И вот мне очень понравилась книга Степновой «Женщины Лазаря». Мне понравилась она почему? Ну, во-первых, язык очень хороший. Я никогда не слышала об этой писательнице, и очень довольна, что я прочитала эту книгу по этой рекомендациям подписчикам. Мне нравится почему? Потому что поднимаются такие глобальные вопросы, как, к примеру, жизненный путь каждого, и кто и как его избирает. И дано это кому-то преодолеть вот это вот, то, что когда ты вступаешь не на тот путь. И очень везет тому, кто все-таки чувствует этот свой вот путь, следует ему неукоснительно, невзирая ни на что и ни на как. Вот, так сказать, один из героев этого романа «Женщины Лазаря», ну, Лазарь, само собой, Линсон, великий гениальный физик, математик и так далее, без образования совершенно. Он не учился этакий еврейчик. Тут немножечко, так сказать, касается темы антисемитизма. Он лично не обращал на это внимания абсолютно никакого. Он был абсолютно безразличен, кто он по национальности и как это. Ну, у меня тут же, так сказать, аналогия, когда в свои советские времена действительно как-то всем было абсолютно наплевать. Какой ты национальности, кто ты и как ты. Как-то вот один такой родился советский человек и все тут. И вот просто завидуя белой завистью вот этому самому Лазарю, каков он был, то есть он шел к своей цели просто неуклонно. Он чувствовал вот это вот свое предназначение, как он должен поступать, невзирая ни на что и ни на как. Не взорвать даже на то, когда, так сказать, он зартачился, ну, еще послевоенные годы, когда он был участником вместе с Курчатой, Уландау, Иофи и прочими создателем атомной бомбы в Советском Союзе. И когда он не захотел, будучи еще в 1941 году эвакуированный из Москвы в Энск, видимо, это Новосибирск, в Сибирск, когда все институты и крупные заводы эвакуировались из Москвы, и все работало на благо Победы. Так вот, в последние годы, уже, так сказать, начало 50-х или конец уже 40-х, когда сам Берия его вызвал, так сказать, его подручники лазают, посадили в самолет и привезли в Москву к самому, так сказать, Берию, и все знали, кто он и что он. Он все было вот лично наплевать, кто он и что он, почему ты не едешь. Он говорит, женщина любимая у меня там, он говорит, вопросов нет, делов-то куча, под белоручники и куда хочешь, и как хочешь. Он говорит, ее нет, как это нет, ну как бы есть и как бы нет, почему из-за любимой женщины, а это любовь всей его жизни. И он сказал, она мертва. Ну, короче, он повел себя так, что Берия от него отступился, и лазер вернулся в оконцовке в этот город Энск. Мне очень понравилась часть, так сказать, вот этой книги о том же вот жизненное предназначение, и о том, когда человек отступается от этого, то есть он чувствует, к чему его влечет, чем он должен заниматься. Но вот жизненные обстоятельства складываются так, ведь у нее вот как-то внутреннего такого стержня нет, с тем, чтобы пойти по этому предназначению. И в частности, одна из героинь, так сказать, это постфактум женщина Лазаря, это уже наследники пошли уже, внучки, так сказать. И мне просто восхитило повествование о этой девушке, которая, ну, с пяти лет, будем так говорить, оставшейся сиротой, испытав все на своем жизненном пути, она просто заразилась. В свое время я читала тоже в этом книга Елены Малаховец, «Как вести домашнее хозяйство», ну, такое заломное, экономное и прочие дела. Там очень много этих рецептов, она просто влюбилась в таком вот нежном возрасте в эту книгу. Это была ее... Она не выпускала ее буквально из рук ни днем, ни ночью. Она читала, она... Это вот просто наизусть все это у нее выучивалось. То есть ее предназначение вот именно вот этого. То есть это домашнее хозяйство, это кулинария, она могла бы стать бы очень великим человеком в этой области. Рестаран, либо там еще чего-то, даже, может, написав книгу какую-то свою. И тем не менее, ей вот было дано, так сказать, от природы пластика и грация, гибкость и прочие дела. Бабушка такая вся из себя непреклонная. Ну, у меня она чисто одна. Это женщина в Азаре, в которую он влюбился в свое время без памяти, и которая прожила с ним с ненавистью в душе до конца его жизни. Вот бабушка постановила, что непременно танцы, непременно танцы, только так. И когда ее в дом пионеров, так сказать, перевели, ее посмотрели, что, о, вот это да, вот это пластика, вот это грация. Да, она могла, да, она великолепно могла танцевать. У нее был к этому талант, но сложности к этому не было. Она не хотела этим заниматься, но нужно. И так вот она прожила, да, 20 с лишним лет, когда ей нужен был уже большой театр из Энска, из этого, сибирского. Поскольку она обладала, ее смотрели великие приезжающие танцоры из, так сказать, из Москвы. Она не хотела, у нее были другие. Она влюбилась в дом, в котором она стала жить. Она попыталась спокойно жить самоубийством. Но все-таки вот я рада за то, что ей удалось в концовке пройти, пройти вот через это испытание и сказать вот это не хочу. Я не хочу в Москву, я не хочу в Большой театр. У меня есть дом, я хочу быть здесь. И я очень рада вот этой концовке, хотя вот Степнова так, Мария Давленовна, написала о балете. И я, конечно, слышала, читала до этого, насколько тяжела, насколько ужасна, так сказать, в жизни профессиональных спортсменов, так сказать, танцоров именно в балете. Насколько они, так сказать, деформированы, не только физически чисты. Какие у них ноги, руки, как они недоедают, как они над собой издеваются. Это просто невероятно. Это и душевная надломленность, это вот таким языком написано. Я так считаю, что, видимо, сама стекнула все это, так сказать, не понаслышке. Видимо, ей самой пришлось все это перенести. Вот что касается вот этой книги. И сюда же примыкает. Я как-то, знаете, начала... Почему-то мне так захотелось. Не знаю почему. Почему мне захотелось перечитать, взгляд мой так упал, на одну из любимейших писательниц, это Полина Дашкова, я уже с этим ударением не знаю, красавица, умница, я ее люблю. Просто до умопомощение. И как-то взгляд мой упал вот на эту книгу, не так давно она издана была, я ее читала, так сказать, не так давно. Точка невозврата. Тут несколько рассказов, видимо, из ее жизни. И вот эта точка невозврата, это размышление, это, так сказать, изложение Дашковой о том, как ей пишется. В смысле, как она пишет, как это ей удается, чем она пользуется. И вот я, прочитав вот эту вот повесть, точка невозврата, где она говорит, что я не знаю, где кончается продуманный сюжет, и начинается жизнь. То есть это вот какое-то постоянное нахождение в измененном состоянии сознания, что ли, вот как бы так. Она приходит к выводу, что задуманно, она задумала вот такую трилогию, вернее, о трилогии речь в начале-то и не шла. Ей задумалось написать вот такое фическое полотно, пыхальное, кстати, причины Великой Октябрьской статистической революции, так называемой, до того личности, которые совершили. Но прежде всего Ленин и его окружение, это Свердлов, это тут злой гений просто. Ой, я никогда не думала, насколько он отвратителен. И потом рождение, так сказать, вот этого культа в начале-вождя, как это называется, как это называется. Вот она пишет здесь, что неизвестно, чем бы закончилась авантюра по названию вот этой Октябрьской революции, если бы не блестящая идея с покушением в воскресенье Ленина. Речь идет, она очень много раздумывала, очень много изучила документов, она ссылается на эти документы. Все это подлинники, не только у нас, но и в Германии бывают, и в других странах. Это мемуары, это воспоминания, это сопоставление. То есть работа просто гигантская. И один из пунктов, как случилось, что такой небольшой группе авантюристов, большевистской, так называемой, во главе с Лениным, удалось, во-первых, свершить вот эту самую революцию, где ничего не состыковывалось, где ничего не предвещало, где никто не воспринимал все это серьезно. И потом уже, читая «Источник счастья», то есть «Мистериум и меморандум», вот эту трилогию, которую она написала на основе вот этих вот изучений массы документов, сопоставлений и прочие дела, просто, да и из других воспоминаний тоже, что никто не воспринимал и никто не думал, что это навсегда, что это все останется. Вот этот кошмар, вот этот ужас, что это все какие-то вот, ну, беремки какие-то, это игра какая-то, она закончится. Ну, не сегодня, через неделю, через месяц, но это закончится, потому что иначе быть не может. Россия не может погибнуть, вот так вот. Но тем не менее это случилось. Здесь очень много она ссылается на то, что, в смысле, вот на те документы многочисленные, и о рождении вот этого отца народов, это Сталина, и почему, и как, и это вот настолько все интересно. Дело в том, что мне, как бы это выразиться, как говорят, что история, так сказать, продажная девка там чего-то, кого-то, куда-то, а кто ее продажен-то, эта девка, сделал? Безусловно, вот так называемые вожди их окружения и так далее. То есть история постоянно переписывается, уничтожается документ, составляется новый абсолютно, все куда-то девается, сжигается, рождается абсолютно, в частности, очень много, когда Дашков размышляет о причинах вот этой вот так называемого покушения, которое якобы совершила Фанни Каплан, и как с ней расправились, и вот это вот все. Чем это было вызвано? Это было вызвано только тем, что, так сказать, он должен быть стать вождем. Вот это вот, вождей, так сказать, в диких племен, но и перенос, так сказать, народу, то есть вот этим массовым, темным, таким, неграмотным, как бы коммунизм, социализм и прочие дела, это им непонятно, это от них далеко. А вот вождь, вот это вот, то есть кровопролитие, то есть это отдать часть себя, часть крови, магическая такая, так сказать, субстанция, задело народное, вот это вот близко, вот это вот по-нашему. И поэтому вот, и была вот создана вот такая вот розыжь такой, что ли, так называемого покушения и воскресения. Вот это да. Вот это нам еще со времен, так сказать, Иисуса Христа и прочих личностей, все это нам понятно, известно, этому мы поклоняемся, это мы понимаем, воспринимаем, это уже закладывается чисто на таком генетическом уровне. Ну, естественно, с точки невозврата, коль здесь очень много рассказывается, а почему? Дашкова, естественно, понимала, что несмотря на то, что она изучит массу документов, она их изучила, естественно, дело пока было, и воспоминания, кстати, вот Бруевича воспоминания, пять раз, значит, переписывались, пять разных источников, она нашла все пять, и все по-разному абсолютно. То есть там столько нестыков, там столько нелепостей, что просто уму непостижим, теме никого это не волновало, она выдалбливалась с тех времен еще, что так оно и было. И поэтому, как бы, возникла идея у Дашковой, что несмотря на наличие подобного рода документов, очень много, они все противоречивы, как-то их в кучку собрать и вот выстроить картину вот эту вот из этой мозаики, чего не хватает. И ей пришла совершенно гениальная идея, что нужен очевидец. И как его создать? Вот рождается образ Агапкина Фёдора. Он, значит, от начала до конца подоплек атаковой алексей жизни, так сказать, мистериевый меморандум. Это занимало умы алхимиков и великих ученых с незапамятных времен. Вот это вот совершенно случайно, который герой источника счастья, профессор, просто случайно, так сказать, напал на некоторые моменты. Почему человек как бы вспять идет, его процесс болезненный положенный, человек смертельно больной, и вдруг при таких и таких ситуациях начинается обратный отсчет. Конечно, через перерождение, то есть там температура до 40 и выше, выпадают волосы, зубы, кожа слазит и прочие дела, но потом человек как бы воскресает, и всё начинается заново. И он может прожить свыше 100 лет и даже более того. И вот этот мистерием, как это было, то есть до октябрьской революции, и после всё это развивается, вот это самое Агапкин. И он просто материзовался, видимо, вот эти вот раздумья, я не исключаю, конечно, и постоянно вот нахождение часто её в измененном состоянии сознания, потому что она просто проваливается. Она проваливается в то время, она видит это, она участвует, она думает, она мыслит вот именно так, как мыслили вот эти персонажи всех. Ей это далось очень трудно, она очень долго не могла начать, всё не то, всё не так, в концовке вот с таким трудом всё это написалось. Поэтому я пересчитала с удовольствием после «Сточки невозврата», конечно же, мистерием «Тримандум» и «Сточника счастья» этой трилогии с большим удовольствием. Всё это, как это было и вот до наших времён. И, конечно, совершенно не случайно, это ещё началось, я никогда не любила мемуары. Ну, видимо, это какой-то, хотя я воспитанная ещё в советские статистические времена, я нам это вдалбливалась, начиная ещё с детских времён, кстати, и потом университеты, и дальше, работа. Всё это было понятно, ясно, мы историю изучали, мы знаем, плавали. Ну, какое-то вот внутреннее недоверие было к этим всяким мемуарам. Как бы всё это неправда, потому что мы же догадывались, мы же знали, что печатается то, что позволено. Всё это проходит в различающую церзуру, поэтому ничего, нельзя было напечатать, что-то, так сказать, рассказать, где-то выступить, суп против генеральной линии партии, либо там общепринятых вот этих вот, так сказать, всё остальное. Это, естественно, антисоветская агитация, пропаганда, ну и прочие ещё государственные преступления, которые были возведены ещё в ранг, бог знает какие, в 1937 году, в последующие годы, ну и начиная ещё с 20-х годов. И поэтому я вот, преснопамятный муж мой, Анатолий Леонидович Лопатин, он в Царстве Небесном, он уже умер. Мы вот с Дашей своей дочерью, конечно, ей в подмётки не годимся, как любители истории чтения, потому что Анатолий Леонидович просто, ну, больной был. Он настолько увлекался историей, составлением, так сказать, различных схем, генеологического древа всей царской семьи, положим, Романовых, все эти ответвления, в те времена это было не принято. И как-то никто ей не интересовался, да и публикации-то не было. Так, с миру по нитке, откуда-то, что-то как-то. Это одно второе. Мемуары, конечно, великодечественные войны, поэтому, конечно же, он гонялся, где только можно было приобретало воспоминание там Иконина, Иконева, Ирказовска, особенно Жукова, конечно. Все это внимательно прочитывалось, расписывалось, где какие были фронты, как они наступали и так далее и тому подобное. Лично я такой склонности не испытывала, я никогда таких мемуаров не читала. Ну вот я говорю, что из-за этого подсознательного чутья, что все это неправда. Все, что пишется, это верено было писать. Все, что они могли, в смысле, так, как оно было, все это изложено абсолютно не так, как это было на самом деле. И вот, так сказать, не так давно мы с Дашей тоже совершенно случайно, она нады была воспоминания княгиней Комаровской и ее отца, деда. Вот с этого времени, я как-то с недоверием, так сказать, она маму прочитала, вот она прочитала, я в восторге. Ну, ладно, пожалуйста, прочитаю. Прочитала. Чудесно, великолепно. То есть это дневники, это не нечто придуманное, это, так сказать, восприятие, вот, положим, Комаровская и ее предков. Каждодневное, так сказать, воспоминание, восприятие чисто вот с такой человеческой, вот внутренней точки зрения, кто они, что они, как в их взаимоотношении с окружающими, с царской семьей в том числе и так далее. Меня это просто восхитило. Я с удовольствием прочитала эти мемуары. Будем говорить, что это было начало. Потом, вот, так сказать, ну, пусть будет степнуло несколько в ином ракурсе. Потом, значит, вот Дашка, точка невозврата, и я вернулась к ней и начала перечитывать всю ее, то есть, в частности, источник счастья, трилогию. И тут же, значит, опять же, дочь моя, она выписала заинтересование о ней записке князя Кирилла Николаевича Галикцева. Вы знаете, тоже с некоторым, ну, с какой-то внутренней ежилась я, что-то остаточное оставалось, что вот как-то все это сухо, неинтересно, документы или что-то. Вот как-то вот такое было предощущение. Ну, еще с тех времен. А нет, а нет. С таким удовольствием я прочитала записки князя Кирилла Николаевича Галикцева. То есть, меня, во-первых, да и дочь моя сразу просто как-то вот подвигла, вот заложила вот это вот доверие, заинтересованность. Первое его, слова в этой книге, первые годы. Он говорит, оглядываясь на прошлое, я часто задаю себе вопрос. Достаточно интересна моя жизнь для того, чтобы писать воспоминания. Я не был свидетелем или участником каких-либо чрезвычайных происшествий или приключений. Из числа людей, встретившиеся с меня на жизненном пути, были люди примечательные, даже такие, которые сыграли какую-то роль в исторических судьбах нашей Родины. Но я почти ничего не могу рассказать о них. Вот эта вот скромность, какое-то вот сразу из этих слов внутреннее благородство, которое не приобретешь ни за какие деньги, ни в какие времена. Все это чисто генетически, по наследству, это с кровью, это, кстати, это с молоком матери все приходит. И вот он, Кирилл Николаевич Голицын, рассказывает о детских своих годах. А потом все это вот как-то совпадает с теми этапами, то есть предреволюционные годы, революция. И здесь тоже красная нить, что никто не воспринимал абсолютно из их окружений всерьез вот этот самый Октябрьский переворот. Последующие его годы, вот эти вот гонения, бесконечное задержание. И в общей сложности с 1928 по 1932 год он провел в Бутырке, должен был сослан быть на Соловки, но так случилось, что остался в Бутырке. Потом его как бы освободили, ни за что не брошь, что отбыл-то он эти четыре с лишним лет, даже в мыслях не совершив, просто он воспринимал жизнь такова, какова она есть. Вот она идет и идет, и он, так сказать, плывет по течению, как-то не сопротивляясь ничего, не давая каких-то оценок, не вступая в какие-то там общества и прочие дела. То есть просто ожидая, что вот это вот кончится, вот это закончится кошмар, и жизнь пойдет своим чередом, так, как оно и было раньше. Ну и потом в 1941 году, естественно, вместо того, чтобы идти защищать Родину, он готов был, и тем не менее его опять арестовали и освободили только в 1953 году. Он не совершил никакого преступления, он ни умом, ни сердцем не помышлял против этого строя существующего. Да, внутри он как бы не воспринимал вот это все, но тем не менее жил так, как вот верят обстоятельства и что-то как-то. Он женился, у него родились двое сыновей, тем не менее вот эти вот, так сказать, волны, одна волна после, так сказать, гражданской войны, 20-х годов, 22-й положен, 24-й, вторая волна, 27-й, 32-й, третья волна, 37-й, 40-й, то есть вот эти вот волны, которые были направлены на то, чтобы выбить, выбить как класс физически абсолютно, убрать вот этот класс аристократии, то есть элиты вот этого гордости российской убрать, убрать вообще с лица земли, стереть, чтоб не было. И вот оно, так называемые эти, которые кухарки, пришли управлять государственными расами, вот эти, которые воспитывались только на чувстве страха, потому что по-иному нельзя было. Только из страха можно было предать, донести, иначе будет еще хуже. Тем не менее, несмотря на то, что они действовали из страха, предавали, доносили и так далее, их тоже настигал тот же самый меч рано или поздно. И теперь, конечно, те воспоминания, те мемуары, которые писали в советские годы, я читать никогда не стану. А вот сейчас, что стало издаваться, которые пролежали, так сказать, многие годы, неопубликованными, которые не были донесены до потомков, вот сейчас я это буду читать, я буду изучать, мне это стало интересно. На сегодня все. До свидания. Всего вам доброго. Продолжение следует...